У Елены Громовой дома воспитывается австралийская овчарка по кличке Шармер. Хозяйка рассказывает, что собака очень активная, любит играть и бегать, с удовольствием общается с детьми, по-доброму относится и к другим людям и животным. В глаза сразу бросается красота овчарки. Когда Елена впервые увидела такую породу, то сразу решила завести такую дома. В кинологическом празднике «Собака плюс я» Шармер участвует уже в третий раз. Грессировка очень хорошая. Эта собака – одна из самых интеллектуальных пород. И по дрессировке она очень быстро и активно себя чувствует. У меня кот, он облизывает собаку, собака облизывает его, они вместе спят. Собака, когда спит, собирает около себя все игрушки. Ему это нравится – спать с игрушками, как маленьком ребенке. Четвероногие разных пород и окрасов, длинные и короткошерстные. Спортивно-кинологический праздник «Собака плюс я» проходит в Сарове в одиннадцатый раз. На стадионе «Юниор» собралось порядка 70 участников, которые проявляли свои качества в разных конкурсах. В этом году на праздник заявились как уже опытные владельцы собак, так и новички. Это открытая выставка собак плюс наши конкурсы. Это ребенок и собака, конкурс костюмов. Есть новенькие, есть старенькие. Очень рады видеть новеньких и рады видеть стареньких, потому что уже проводим одиннадцатый раз. Есть редкие породы. Вот, к примеру, у нас есть венгерская овчарка здесь, пуля. То есть таких вообще мало в России, а у нас она есть. Видела потом. Ну, остальные, наверное, все известные довольно-таки породы. Больше таких-то прям вот редкостей и нет. Очень рады, что в этот раз у нас метисов тоже нормально. Обычно у нас их очень мало, по одной, по две штуки, хотя мы для них тоже проводим. В этот раз у нас их побольше. По-моему, собак пять записалось. В программе праздника была выставка породистых и беспородных собак. Четвероногих оценивали в различных номинациях эксперты и судей из Нижнего Новгорода. По их словам, уровень саровских собак остается высоким из года в год. Я уже не первый год в Сарове, и здесь собаки очень хорошего качества. То есть с удовольствием сюда приезжаю, с удовольствием оцениваю собак. Есть очень достойные собаки, которые способны побеждать на выставках в более крупном уровне. Мы оцениваем породность головы, правильное строение корпуса, в какой кондиции находится собака, то есть толстая она или куда я, хорошо физически развита или плохо. Смотрим движение, смотрим темперамент и смотрим, как собака показывается. На празднике можно было пообщаться с владельцами собак, поговорить об особенностях той или иной породы и просто погладить четверногих питомцев. Волонтеры собирали помощь для приюта Мурдом. Также для гостей подготовили выставку-продажу зоотоваров. Дети могли сделать аквагримы-поделки, провести время в игровой зоне. Все участники праздника получили подарки. В конце мероприятия наградили всех победителей конкурсов. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.